Клоуна-терапию, як один з методов лечения, почали використовывать на практице у Мигилевской областной детячей больницы. Роли клоунов – волонтера Червонага Крыжа и студенты университета имя Куляшова. До хворых деток они приходят несколько раз на три дня, чтобы развеселись малых. Медики уверены, что лечение смеха – передовая методика, которая допомогает детям худшее поправиться. У палаток травматолога ортопедичного отделения не отзвыкла шумно, але урачи не лечат гэта порушением режима. У маленьких пациентов гости – клоуны. Их тут за все дочекают. Играли веревочкой волшебной. Тебе стало веселее? Да. Они очень весело и классно. У больницу приходят шастера человек абсолютно доброохотно. От цирковых больничные клоуны одрузниваются от тем, что працуют с хворыми, а часом и тяжко хворыми малыми. Такий клоун повинен быть одразу и артистом, и урачом, и психологом. В этой волонтеры пройшли оболазковое навчание профессии. Все-все свое хорошее настроение, которое в тебе только может быть, ты должен его подарить. Даже если перед входом в палату у тебя есть какие-то свои жизненные проблемы, трудности, мысли. Переступив порог, ты забываешь обо всем. Пускай этих маленьких 10-15 минут, но если дети улыбались, если они где-то немножко перестали скучать о маме и папе пока в больнице, у них улыбки на лице появляются. Это так здорово для нас. Ведь они улыбаются и выздоравливают физически. А мы, не стоит забывать, что мы выздоравливаем таким образом свои души. Ранее в больнице выкористовывали только элементы клоунотерапии. А у Саковику тут заявились полновартостные больничные клоуны. Медики упевнены, что смех и гумор допомагают не только одолеть психологичный стресс, али уплывают на клиничный стан хворога дитян, полегчают боль и умоцовывать иммунную систему. И такую терапию у областной детячей больницы меркуют развивать. Кристина Каранкевич, Василь Лосянко, Новина Регион.